Алексей Заболоцкий Если Алексей звонит в колокола уже долгое время, то Светлана Жерновкова только в начале пути. Как признается девушка, обучение дается ей непросто, но путь к успеху ей известен. Это постоянная практика. Это не я решила, это настоятельно я решила. Прикословила определенных людей, участников, добровольцев, волонтеров, певчих. У кого есть музыкальное образование, им было легче всего, а так как у меня не музыкальное образование, мне было сложнее всего, и тем более я еще и левша. У нас было изначально 10 человек, 4 звонарицы и 6 звонарей. И в результате с годами я осталась одна из звонарей. На фестивале «Благовест» можно было не только насладиться переливами колокольного звона, но и самому попробовать позвонить в колокола на специальном мастер-классе. Очень понравилось. Я держу пост с 7 марта, по 24 до Пасхи. Очень понравилось сегодня. Участвовала в перезвоне. Дочку хотела, спускалась записать в воскресную школу. Все узнали, в воскресенье придем. На фестивале также можно было приобрести для себя поделки народных мастеров на религиозную тематику и просто полезные в быту вещи. Елена Батурина из артеля «Бирских мастеров. Белая река». Она представила свои изделия из натуральных материалов. Вот если возьмем вот эту куклу, я ее шью практически неделю, потому что нужно разработать, нужно подобрать материал, нужно ее в конце концов разукрасить и одеть. Вот эти, конечно, куколки, они делаются, как скажем, оптом. Сначала делается заготовка, потом каждая кукла одевается и по-своему раскрашивается, делаются волосы. Поэтому процесс на куклы, ну, день, допустим. Фестиваль колокольного звона проходит в церковный праздник Благовещенье. В честь него и назвали городской храм. По легенде, именно от названия церкви Благовещенье, ранее существовавшей в этом населенном пункте, город и получил свое название. Церковный праздник Благовещенье для нас является традиционным праздником. В том числе мы проводим уже ежегодный фестиваль Благовещенье, и, кроме того, это связано с названием нашего города. Поэтому для нас он важный. В этом году участников фестиваля становится все больше и больше. Это и ремесленники, и вот кулинары с пирогами, и звонницы, то, что сегодня будет мастер-класс колокольного звона. Я надеюсь, что это тот светлый праздник, который для наших жителей и для жителей Башкирии семейных ценностей, любви к детям, уважения к родителям и доброе соседство с окружающими. По словам настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы Протеирея Сергия Катаева, праздник стал воплощением духовности горожан. Этот праздник уже стал традиционным, второй год проводим, и, как показатель, и, кстати, возрастающей духовно интересующей, нравственной составляющей является то, что сегодня мы видели намного большее количество посещаемых наш храм. И это тоже является началом, маленьким росточком, как бы, псени семян для духовно-нравственного воспитания и образования жителей. Они в их руках, будучи нашей страной и нашей с вами. Он так связан с историей нашего города. Мы долго его ждали. У нас этого праздника в таком формате, в большом, массовом, не было долго-долго лет. И всегда думаю, что Святой Праздник Благовещения – это праздник нашего города. И хотя День города мы отмечаем позже, когда у нас градообразующие предприятия свои юбилеи отмечают, а вот этот праздник для всех благовещенцев. Поэтому благость на душе, счастье всем, здоровья, мира. Вы, как звонарь с таким колоссальным опытом, уже рассказываете, вы можете вспомнить свою самую первую мелодию, которую вы когда-то сыграли? Я помню, это было 19 декабря. В этот день мы чествовали Николая Чудотворца. То есть на Николу Зимнего я звонил, это был мой первый звон. Для меня это очень символично. И в течение многих лет даже мои коллеги, они говорят, так, 19 декабря близко, ты звонишь в этот день. Да, было поначалу, мне казалось, что у меня какой-то там такой нестабильный звон, немножко корявый. Вот, потом мне показали видеозапись, я посмотрел, оказывается, не все так плохо было. Вот, с этого все началось, поэтому для меня это очень символично. 19 декабря, Никола Зимний. Вот, и так и продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok